10 апреля Парламентская Ассамблея Совета Европы приняла резолюцию, в соответствии с которой российская делегация лишается права голоса до конца этого года. В связи с этим, председатель Государственной Думы Сергей Нарышкин выступил перед журналистами с комментарием этого решения. Должен сказать, что, к сожалению, большому сожалению, не возобладал здравый смысл у большой группы членов Парламентской Ассамблеи Совета Европы и демократические традиции. И, к сожалению, Парламентская Ассамблея Совета Европы все больше приобретает имидж такой псевдодемократической организации. Между тем, Единую Европу без разделительных линий, как это говорится в уставных документах Совета Европы, можно построить только вместе и только в ходе равноправного диалога. Вы знаете, даже во время войн парламентерам гарантировалась и безопасность, и неприкосновенность, и, безусловно, возможность ведения переговоров с противником. Так вот, зачем же лишать парламентариев возможности вести такой прямой диалог? Членам Парламентской Ассамблеи Совета Европы пора заняться реальными проблемами, которые действительно существуют на континенте и в сфере защиты прав и свобод человека, граждан, и в сфере защиты норм международного права. Ну, к примеру, безусловно, следует обратить строгое внимание на санкции по отношению, по сути, к целой профессии. Причем, какой профессии? Профессии, которые отчасти символизируют и демократию, и правовое государство. Я имею в виду журналистику и журналистов. Российские каналы решением киевских властей отключены, и большое количество российских журналистов не допущены на территорию Украины для того, чтобы выполнять свои журналистские функции. Ну, или, например, визовые ограничения в отношении всех жителей Крыма, которые, по сути, попирают право на свободное перемещение. Разве это соответствует принципам Совета Европы или демократическим традициям? Конечно, нет. Должен сказать, что позиция Украины по вопросу о свободном воссоединении Крыма с Россией построена на таких лукавых и сомнительных выкладках и сомнительной логике. Мол, не было прямой угрозы по отношению к жизни крымчан и угрозы нарушения их прав. Подчеркиваю, прямой угрозой. Ну, мне кажется, это или такая надуманная ложь, или почти детская наивность, конечно, которая несвойственна взрослым людям, которые называют себя еще солидными политиками. О какой прямой угрозе они говорят, и какую прямую угрозу они хотели бы видеть, что дулы автоматов у виска крымчан, или устроенные виселицы, готовые к использованию на площадях крымских городов. Ну, и к тому же поражает и то, что вот в таком серьезном документе, как резолюция парламентской ассамблеи Совета Европы по отношению к результатам состоявшихся в Крыму, состоявшегося референдума, используется такой термин, как неправдоподобный. Такой термин литературный, прямо скажем, литературный перл в правовом документе. Ну, и кроме того, члены парламентской ассамблеи сами явили возможность убедиться на месте и в демократическом характере референдума, и в достоверности его результатов. Они и этим не воспользовались, и они сейчас отказали себе, и нам отказали в праве ввести прямой диалог. Спрашиваются, зачем это нужно? Я думаю, что они просто боятся услышать правду. На вопрос парламентского журналиста о возможном введении запрета на владение зарубежной недвижимостью председатель Госдумы ответил. Такое не входит пока в наш план. Спасибо.